Говорят, что в нашем мире все продается и все покупается. Но сколько же стоит любовь? Как раз ответ на этот вопрос и звучит в новом, не имеющем аналога в цирковом мюзикле с одноименным названием. Нам в этом мюзикле удалось совместить и сочетать несочетаемые, то есть это элементы и мюзикла, и цирка, и драматического искусства, и хореографии, и стриптиза, и все поют и общаются в стихах. Самое главное для меня в этом шоу, так скажем, это человеческая история, которая, несмотря на все эти провокационные формы, так скажем, и такие с перчинкой местодействия, где все это разворачивается, но очень человеческая, это история любви, это самое главное. Это постановка реальной истории, история любви женатого стриптизера к девушке, которая впервые пришла в клуб, которую он написал в стихах. Я в этом мюзикле представитель 30-й части населения, я, наверное, там единственный, я менеджер клуба, в котором все это и происходит, то есть это стрип-клуб. Человек, вот мой менеджер, это как раз вот абсолютно такой паук, разочарованный в жизни, у него своя история, которому уже просто наплевать на все, он выжимает из своих детенышей, вот этих стриптизеров, последние соки. Абсолютно феерическое шоу, 60 актеров, 500 костюмов и огромное количество декораций. Это сложный по своей реализации проект, требующий серьезной подготовки. Именно поэтому арена нашего Нижегородского цирка не бывает пустой, репетиции идут практически круглосуточно. Это реальные артисты из стрип-клубов Москвы, это цирковые артисты, которые делают феноменальные сложные трюки без страховок. То есть это, ну вот, как бы все по максимуму и все это спрессовано в два с половиной часа, ну, от такого феерического действия. Здесь, ну, вот, абсолютное, сочетаемое и несочетаемое, и вместе с тем, по сути, жанр этого мюзикла или этого шоу можно назвать как абсолютный бурлеск. Цирковой мюзикл «Сколько стоит любовь» задержится в нашем городе буквально на две недели, а премьера состоится уже завтра, так что торопитесь.